Это Рам-музыка, Рам-музыка, пара-па-па-па-у Привет, ребята, меня зовут Рамин и это канал Рам-музыка Ну что ж, Новый год, новый канал, новый облик, новая заставка, как вам? Напишите, напишите, как вам заставочка Вот, пожалуйста, о, прекрасный логотип здесь О, я свеж, весел и рад Посмотрите, что у меня тут, какие обновления есть У меня здесь прекрасная игрушка Гуджитсу, которую я искал по всей Москве У меня здесь есть великолепный длинношей из Horizon Forbidden West Из игры на плойке играю, вот, пожалуйста, он у меня в сердечке, я его собрал Великолепный, шикарный и, наконец-то, здесь я Я решил вернуться и ворваться в 2023, который уже давно ворвался в нашу жизнь С длинных выпусков новостей Мне кажется, вы подписаны на нашу телегу, да, вы смотрите за новостями Но какие-то новости требуют моих комментариев Может, вам интересно, что по поводу них думаю я Плюс, если эта рубрика обретет свой успех Среди вас, мои дорогие зрители То мы ее, возможно, сделаем еженедельной, да? Вдохновился я, конечно, выпусками самых честных новостей у Артемия Лебедева Он там рассказывает про все-все-все подряд Но у нас музыкальные новости и новости, связанные с шоу-бизнесом и артистами Ну и их жизнью, да? Что-то есть такое, какая-то романтика в больших выпусках, когда ты можешь их включить И просто узнать за один видос все-все-все новости, которые произошли В данный момент я чувствую уже, что выпуск будет длинный Потому что я собрал все новости, начиная с 1 января Ну что ж, давайте долго не думать У нас здесь будут скандалы, интриги А также вернутся Евромижен Ньюз У нас новый корреспондент Мне не терпится вас с ним познакомить Итак, поехали Майли Сайрус вернулась Комбэк Майли Сайрус был намечен на 13 января Как говорится, ждали всей деревней Потому что довольно знаковое событие Очередной крупный мейнстримовый масштабный артист Выкатывает новую эру Это значит весь год будет наполнен движухой, эмоциями И, надеюсь, какими-то скандалами Очень хорошо, ждали и дождались Шанель объявлена новой королевой Евровидения Вы знаете певицу Шанель, которая участвовала и вошла в топ-3 на Евровидении 2022 Так вот, ежегодно фанаты составляют топ-песен Евровидения за всю историю конкурса Который называется ESC 250 Я не знаю, что это за рейтинги, каких-то левых людей У нас есть свое мнение и свои рейтинги Так вот, 11 лет подряд первую строчку занимала певица Ларин из Швеции И ее песня победа Euphoria! Euphoria Euphoria В этом году Ларин достал второе место, а пальму первенства забрала Шанель Что, собственно, неудивительно Год новый, ну да, песня была топовая Фанаты до сих пор в экстазе И вообще сезон Евровидения уже начался В конце того года мы посмотрели национальный отбор Украины Поздравили группу Творчи, которая выиграла в отборе И уже потихоньку страны начали выкатывать свои национальные отборы Продолжайте смотреть этот выпуск, чтобы увидеть нашего нового корреспондента Euromission News О! А вот и новые новости У меня, кстати, для вас две новости Хорошая и плохая Начну с плохой Музыкальные лейблы давно ушли из России И вы не можете послушать победную песню группы Творчи, да, с национального отбора Украины Вы не можете послушать даже хит Roselin Snap Несмотря на то, что он вышел еще в прошлом марте Вы не можете послушать новинку Ульрике из Норвегии Которая вернулась с новым синглом И вообще, я думаю, что вы хрен что сможете послушать в этом году Если не подготовитесь заранее А хорошая новость Я знаю, что делать У меня есть Spotify-бот, который я вам могу порекомендовать Я доверяю ребятам Многие из вас уже подключили себе У меня вот тоже год заканчивается В марте, по-моему, надо будет продлять Меня не волнует, что хотят лейблы Я смотрю каждый год Евровидения и слушаю новинки И никто меня не остановит А Spotify-бот поможет вам оплатить подписку на Spotify Premium Вы получаете индивидуальную подписку на вашем текущем аккаунте Ну или новый создать, если у вас вообще нету аккаунта Не нужно будет слушать никакие рекламы, да, ездить за рубеж Заводить банковские карточки, переключать VPN Подключается все очень просто через Telegram Вы просто выбираете подписку на полгода или год Но это еще не все Столько тихо По специальному промокоду ESC2023 в честь Евровидения Вы получите шикарную скидку в 15% специально для подписчиков Рамузыки Если же у вас есть друзья, еврофаны, которые любят музыку Подарите им подписку и не мучайте их с этим пиратством Берете и оплачиваете в телеге подарочную подписку Вам приходит промокод, вы промокод просто дарите другу Тот в поддержке показывает промокод и получает бесплатную подписку И вы вместе будете слушать музыку, обсуждать новинки и национальные отборы Все плейлисты сохраняются, сервис предоставляет гарантию на весь период действия Если что-то случится, они очень быстро помогают Ну а все ссылки обязательно в описании Переходите, подключайтесь, как мы будем иначе следить за Евровидением Поняли? Идем дальше обсуждать отборы Бэт Бани выбросил телефон фанатки в море Значит, артист прогуливался по Доминикане В этот момент фанатка привязалась к нему, чтобы сделать фотографию Да, Бэт Бани, как обычно, как селеб, просто гулял с толпой людей Он просто психанул и запустил ее телефон на дно океана За агрессивную реакцию его уже начали отменять Мы знаем, что здесь может быть много ожесточенных споров на тему того, что он сам выбрал эту профессию Он, значит, должен терпеть все эти выходки Я вот что-то, знаете, на вашу профессию переложить, если, да? Что-то вот я думаю, что вы не будете согласны, если вы какая-то бухгалтерша Если к вам придутся скандалы по поводу бухгалтерии, да? Вы, я думаю, не подписывались на такое Вы сразу начнете хамить и орать В ответ, да? Или если вы продавец И какой-то человек придет и будет вас принижать Типа, вы продавщица! Покажите мне! Посчитайте! Я не хочу разбираться! Да неприятно, мне кажется Ну да, однако вы подписывались на эту профессию и все такое Я, короче, на стороне Бэтбани здесь И с того, и с той информацией, которую мы знаем Такое хамло никто не любит Прекрасно понимаем, что она сделала это все в корыстных целях Ей плевать на Бэтбани Ей нужна была фоточка со знаменитостью, чтобы выложить в соцсети и похвастаться Иначе зачем так сильно приставать к артистам? Бэтбани прокомментировал выходку в Твиттере Человек, который подходит ко мне, чтобы поздороваться, сказать мне что-то Или просто познакомиться, всегда получит мое внимание и уважение Те, кто будут приставлять мне к лицу этот чертов телефон Я расценю это как неуважение И ответ мой будет зеркальным Написал Бэтбани в своем Твиттере Ну, вот, что, собственно, и требовалось доказать Да, сложно, да, это самая топовая там латино-звезда сейчас в мире Было очень глупо полагать, что можно просто так подойти Потому что ты слушаешь его музыку, да Попросить сфотиться Так что все, это риски Это риски, это издержки Минус телефон Зато плюс впечатление Они написали все новостные порталы И не нужно эту фоточку было делать, чтобы остаться в истории прессы Осталось Канал Ромузыка загрузил ВК-концерт Лизо Live in Concert, премьера которого составилась несколько дней назад на HBO Max Ребят, кстати, если вы не знаете Группа ВК у нас особенно активна и интересна В том числе во время Евровидения И вот мы периодически делаем там стримы премий Да, вы знаете, что церемонии мы там стримим И вот такие вот грузим классные концерты Там еще мы грузили всякие разные штуки Поэтому обязательно подписывайтесь на группу ВК Вы не пропустите самое интересное И, естественно, нас там очень много Там очень много народу Жаждет просто обсуждений Концерт Лизу тоже можно посмотреть Вот не знаете, что смотреть? Зайдите к нам в видеозаписи группы ВК Там всякие разные концерты Мы, по-моему, Куачеллу Чуть ли не все концерты, которые там были, выкладывали Поэтому супер, не пропустите Премия Рамьюзик Авордс набирает обороты Итак, отбор номинантов, ребята, у нас закончился на Рождество 7 января Кто не видел, в конце года у нас было видео Добро пожаловать на Рамьюзик Авордс Да, это самая первая наша ютюберская музыкальная премия Я был очень рад вкусам подписчиков Очень разные вкусы И это нормально Вокруг разные люди У них разные предпочтения И тем интереснее премии Которые вот хоть и выглядят как-то, знаете Как некий уравнитель такой любви большинства Но всегда приятно, когда твой кумир получает награду Обязательно следите за телеграм-каналом Рамузика И ютуб-каналом Ведь скоро мы объявим номинантов нашей премии Она будет ничуть не хуже ваших хваленых телевизионных премий Тем более, что в выборе участвовали вы Номинанты уже выбраны А когда мы их объявим, то запустим финальное голосование Чтобы наградить самых достойных Новый альбом Майли Сайрус получил название Endless Summer Vacation Бесконечный летний отпуск Неплохо было бы увидеть такой альбом от Майли Сайрус По каким стопам она пойдет Не очень понятно Потому что, несмотря на то, что у нее был супер популярный поп-альбом Бэнгерс, который взбаламутил поп-музыку и вообще весь шоу-бизнес Таким же и хваленым у нее был последний рок-альбом И вот непонятно, в какую сторону ей двигаться У нее и то, и другое получается очень хорошо Главное, вот ей не прогадать И попасть как-то, наверное, в ожидание большинства Но, мне кажется, людям просто в кайф И они ждут Майли Сайрус с удовольствием Здесь следующая новость Майли Сайрус и Лан Дель Рей выпустят альбомы в один день Вот такая вот стычка кумиров Что вы, за Светлану Дель Рей болеете Или за Майли от Сайрус? Пишите в комментариях, чей альбом вы ждете больше всех В принципе, можно потусить под Майли и заснуть под Лану Оба альбома планируются на 10 марта Rolling Stone поделилась списком продюсеров, которые приняли участие в работе Это Тайлер Джонсон здесь есть Который работал над альбомом Гарри Стайлза Это Грег Керстин Который сотрудничал много с Адель и Сией А также Майк Уилл Мейдет и Кит Харпун Норд Уэст и Ким Кардашьян сняли ТикТок под песню Тейлор Свифт «Shake it off» Полную версию ТикТока, естественно, из авторских прав Вы можете заценить у нас в телеграм-канале Рамузка Если вы следили и были подписаны Я на самом деле ничего в этом не вижу Все следуют трендам Песня прикольная Песня разрывала все чарты и была кумиром большинства людей на всей земле Вне зависимости от скандала Канье Уэста и Тейлор Свифт Канье и Ким Кардашьян уже в разводе Я не вижу никакого шейда, никакого подъема от Ким Кардашьян в сторону Канье здесь Пусть тусят То есть я не вижу никакой драмы Но драма, собственно, и не разрослась Бэтбани, Фрэнк Оушен и Блэкпинк могут стать хедлайнерами Куачеллы Вот так вот, да Блэкпинк будет первой потенциальной группой, которая может стать хедлайнером Куачеллы Первой корейской группой, да А Бэтбани может стать первым хедлайнером из Латинской Америки в истории фестиваля Будет очень интересно понаблюдать, как, собственно, фестиваль бьет рекорды и привлекает прессу к себе Куачеллы это такое, ну вы знаете Мы ждем Куачеллу на большом расстоянии из-за классных концертов, классных выступлений В самой же толпе происходит просто какая-то нарковечеринка алкогольная И они просто там падают в обмороки от экстаза, потому что это в том числе и просто тусыч Леди Гага рубит бабло Теперь Блади Мэри официально засунули в сериал после вирусного тренда Ну, по крайней мере, в трейлер, да У нас есть сериал Wednesday, который завирусился с ремиксом песни Леди Гаги Но в сериале этой песни не было Но тренд получился вот с песней Леди Гаги И они что сделали? Они взяли вот эту, жаль, ускоренную, но как бы версию из тренда И запихнули в тизер нового сезона Поется ли в сериале песня или нет, не знаю, но она была, кстати, эта песня у нас в номинациях на премии Рамьюзика Уорс Мы ее отметили как трендовую песню Посмотрим, прошла она или нет Будем ждать, нормально, мне нравится Ольга Бузова нагадала себе брак на Рождество У нас тут было 7 января Рождество Оля, значит, расставила стаканчики И теперь она выйдет замуж Ну что, по-разному можно относиться, конечно, к гаданиям Но у нас все такое очень милое Мы записали 10 записочек На ваших глазах я выберу одно желание, которое загадали мы все вместе на нас Я буду путешествовать Я куплю квартиру И я И я Выйду заму Ура, 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 ура Ура, ура, ура Олечка Бузеныш наш Ольга Игоревна Не побоюсь этого слова Бузова Надеюсь, что она выйдет замуж Судя по ее реакции, она очень этого хочет Но если она не выйдет, она может выйти Чисто вот чтобы, знаете, сказать, что Рождество существует И гадания правдивые, да? Ну, если она не выйдет замуж, то я просто уже не верю в Рождество, не верю в гадания И вообще буду считать, что Деда Мороза не существует На Рождество Илья Прусикин поделился такой фотографией с подписью Skate Religion Значит, Илья Прусикин из группы Little Big выложил фотку в костюме В каком костюме? Ну, священника, получается, я не знаю Католического священника И он, значит, на скейтборде с крестом и написано Skate Religion Очень яркие и ярые стычки начались в соцсетях у нас, да? Да и вообще по всему интернету бурление просто, говн Я считаю, что здесь вообще ничего такого нет То, что он это выложил на Рождество, я не думаю, что он прикладывал к этому какой-то религиозный священный смысл Что он сделает от 7 января, я думаю, это просто он выложил, потому что день недели ему позволил Skate Religion, да? Это католический крест Просто вот, просто сделало все, просто выходка и все Я не вижу здесь ничего супер криминального Крест не является какой-то там официально зарегистрированным товарным знаком Там определенной длины, ну короче, это чушь, что-то развернули из этого всего Это типичная литлбиговская тема, вот в буквальном смысле показывать слова То есть Skate Religion, он сделал скейт и сделал крест И сам в костюме священника Почему это все в католической форме? Ну, возможно, потому что, несмотря на то, что они в Америке Как-то Россию они бросать не хотят И вот, может, они не до конца еще на 100% уверены в своем будущем американском И вот за католические образы их не посадят, да? И не засудят Мне почему-то кажется, что всем абсолютно насрать Крест не крест То есть, кому, как говорится, оскорбление верующих, а кому мать родна Да, пресса начинает выдумывать посты Вот он, прокатился на кресте, осквернил Мне кажется, большинству людей плевать Вот, знаете, не было интернета бы, не было бы телефонов Никто бы не узнал, и всем было насрать Просто вот хотелось, видимо, всем побугнить Соскучились по скандалам на праздниках И просто народ начал обсирать друг друга Риана выпустила мерч к Суперболу На сайте Savage Fenty появилась лимитированная коллекция одежды Приуроченная к выступлению на Супербол До выступления Рианы на Суперкубке осталось Сейчас уже чуть меньше месяца Значит, мерч включает в себя такие низкосортного качества футболки Сразу видно, да? Потому что Риана понимает, что все будут это дело скупать Что ее выступление будет иконичным На футболке написано концерт Рианы, прерванный футбольным матчем Странно, но пох Такое, знаете, типа Похренистическое отношение, как Риана любит Типа, она такая классная, крутая Естественно, мы ожидаем, что Концерт на Суперболе Ну, как концерт, выступление на Суперболе 15-минутное максимум Будет полностью капитализировано Каким-нибудь мерчем Какие-нибудь хоть доги будут с пряженной фотографией Рианы продаваться То есть это будет просто сенокос Кос бабла Чос просто Капитальный Я не думаю, что Риана относится прям так серьезно к этому Из всех видосов, которые я видел Никакое подтверждение новой музыки нет Было бы очень логично Вот так вот выходить из Сумрака И выпускать новую музыку Но Риана как будто не спешит Я думаю ее немножко Надеюсь, что ее отрезвил не такой глобальный успех Хита к Ваканде Forever Как она ожидала И она поняла, что по ней потихоньку забывают Как про Адель И надо работать И надо выпускать альбом Но вполне возможно Она этого и не планирует Она просто сказала, что Вы от меня услышите еще музыку Когда-нибудь Вот будут такие вот еще пара саундтреков к фильмам И все Что-то я вот не верю в альбом уже Что-то я не верю в альбом Но хотелось бы Евромидение надвигается Отборы начинаются уже совсем скоро Их будет много И мы все покажем Да, национальные отборы уже начались Эстонию мы уже показываем Норвегию мы уже показываем Мелоди Гран-при Все это происходит в паблике ВК Наша Мра Музыка Или вы можете подписаться на Бусти Поддержать донатом Да, и взамен вы сможете смотреть Все национальные отборы Которые были в прямом эфире Бесплатно в ВК Они есть на Бусти В любое удобное время Если вам неудобно Да, можете прийти И просто на релаксе Посмотреть, пересмотреть Видосики Самое время, кстати Рассказать вам о новостях Евровидения В нашем сегменте Евромижн Ньюс И затем мы вернемся В нашу студию Добрый день С вами Евромижн Ньюс Меня зовут Псюк Олегов Перейдем к новостям Священного конкурса Свежие новогодние концерты Уже в группе ВК Ромузыка Да, в группе ВК Ромузыка Продолжается выкладка Концертов Есть полностью Новогодний концерт Сэма Райдера Где он спел каверы На Бейонсе Тейлор Свифт И Куин Есть концерт Новогодний Майли Сайрус Вы знаете Майли's New Year Party И есть полный концерт Хэт Гроте Сонг Фестивале Фест 2022 И у нас еще даже есть 19-го года Этот концерт Там были звезды Евроидений Разных лет Там была группа Гоуэй Там были Калуш Лорин Сабвульфер Тикс Нетто И многие другие Обязательно в группу ВК Ромузыка Переходите И можете Посмотреть Эти концерты Прошу прощения Меня просят Уточнить Что национальные Отборы Стран Евровидения Будут выходить На Бусти Записи Можно будет Посмотреть На Бусти После прямых эфиров Вконтакте Напоминаю Уль Рики Возвращается На норвежский Национальный отбор Вы знаете Что артистка Должна была Представлять Норвегию На конкурсе Евровидения 2020 С песней Attention Я пытался Напрячь мозг И вспомнить Что это за песня И понял Что видимо Это был какой-то Сраный проходняк Помню Что только голос Был хороший Сначала была информация Что Уль Рики Не собирается Возвращаться Но теперь Оказывается Что певица Выступит В полуфинале Норвежского отбора Уже на следующей неделе Если еще не выступила Не знаю Когда выйдет Этот выпуск Будем называть ее Энрике Артисты Активно возвращаются На национальные Отборы Евровидения Сегодня были опубликованы Участники Латвийского национального Отбора Оказалось Что в отборе Примет участие Юстс Или Джастс Он в 2016 Представлял Латвию С песней Хардбит Вернется и сейчас Это уже третий Участник Который хочет Вновь поехать На конкурс Ранее подтвердилась Информация Про Уль Рике Которая была Только что И то что Лорин Из Швеции Которая пела Юфорию Вернется На мелодию Фестиваля На шведский Отбор Апдейт Апдейт На норвежский Отбор Также вернулся Джауст Он представлял В страну В 2017 Году И вот его Я помню Его песню Я помню Мне очень понравилось Он по-моему даже Неплохое такое Место занял Следующая громкая Новость 18 песен Евровидения Выйдут В один день Произойдет это 11 февраля На эту дату Запланированы Финалы Отборов Италии Дании Латвии Румынии Мальты Эстонии И Хорватии А также В этот день Пройдет еще и Брит Эворс Где выступает Гарри Стайлз Как говорил Наш корреспондент Рами Мы не знаем Что мы будем делать Следующая громкая новость Норвегия разрешила Участникам своего Национального отбора Использовать Автотюн Таким заявлением Поделился норвежский Вещатель Участники Мелоди Гран-при Смогут использовать Автотюн Прямо Во время живых Выступлений Многие фанаты Не согласны С таким решением Они считают Что в будущем Такое правило Может появиться И на самом Евровидении Может не может Ну а пока Оно не появилось Все что использовано На локальном отборе Все равно нельзя Будет использовать На основном Евровидении Поэтому могут Хоть завтра Тюниться там До усрачки Жеребьевка Евровидения Пройдет 31 января В этот же день Будут представлены И дизайн И слоган Конкурса А как говорится Его дизайнс А не таймлесс В рамках Жеребьевки Вы знаете Будут определены В каком полуфинале Будет выступать Каждая из стран К следующей важной новости Песня Лорин Для Мелоди Фестивален Будет представлена 25 февраля Сам фестиваль Стартует 4 февраля Возможно Рамин присоединится К трансляциям Отборов Сегодня было объявлено Что Лорин Со своей песней Тату Выступит Последней В последнем Полуфинале Конкурса Как удобно Какое Невероятное Сечение обстоятельств Самый главный Фаворит Выступает В последнем Полуфинале Самым последним Кто победит Интересно Стоит ли вообще Следить Даже не знаю Ла Зара Представит Францию На Евровидении 2023 Назовем ее Эйчик И будем ждать Пусть и смотрите В записи Или приходите И смотрите Просто так ВК Тогда Когда они проходят Следующая новость Результаты Первого полуфинала Мелоди Гранпри Норвежский обзор Финал прошли Ульрике Умами Цунами Какие-то суши Алисандра И Александра Мелле Второй полуфинал Стоится через неделю Финал Четвертого февраля Опять Эта вся информация У вас сейчас Запутается в голове Она вам Не нужна Густав Густав С композицией Because of you Представит Бельгию На Евровидении 2023 Я видел коммент В телеграм-канале Ромузыка Люди пишут Что это Артемий Лебедев От Бельгии И внезапные Внезапные Срочные новости Которые пришли Только что Группа Sunstroke Project Из Молдовы Примут участие В национальном Отборе На Евровидении Сегодня стали известны Артисты Которые 28 января Примут участие В первом туре Отбора Молдовы Среди конкурсантов Есть и группа Sunstroke Project Полюбившаяся Уже зрителям С песней Yummy Mommy До этого у них Была песня Hey Mama Hey Mama Hey Mama Еще до этого Был Epic Sax Guy Я уже не помню Как та песня Видите Как говорится Шапка помнит Ну а это все Евромижен Ньюс На этой неделе Если меня не уволят И не придет Другой корреспондент Жду вас В следующем выпуске Новостей Если вам понравилось Жду В комментариях Рамин Ну что я снова с вами Чарт Billboard Hot 100 Обновился Неожиданными итогами Да Песня Taylor Swift Antihero Ворвалась на первую строчку И провела Получается уже на первой строке 7 недель В сумме Чего удавалось достичь Только Taylor С песней Blank Space Также неожиданности У нас другие были В топ 10 Песня Die For You От The Weeknd Попала В десятку Да Ход 100 Несмотря на то Что песня вышла Около 6 лет назад Популярность В ТикТоке Протолкнула Собственно Добавила продаж Ведь все-таки ТикТок влияет на чарты И отправила Песню В десятку А еще Совершенно без всякого промо Песня Beyonce Cuff It Попала в топ 10 Спустя полгода После выхода Что-то как-то Знаете Там Мутки какие-то С правилами Видимо Покупает радио Beyonce Потихоньку Сейчас же влияние радио Чуть-чуть усилилось А это старая схема То есть раньше Покупали радио Видимо Покупают прослушки На радио Крутят на радио Вот так вот Лайнап Куачеллы Подтвердился Итак Информация Подтвердилась Blackpink Bad Bunny И Frank Ocean Будут Хедлайнерами Куачеллы Какие-то Картинки всплывали Фейковые В инсте Что Джастин Бибер Будет что-то там Хедлайнить Вот люди любят Собирать Это все Фотошопится Просто на раз-два Просто Кто-то запастил Какой-то там Бывший Пятилетней Давности Работник Лейбла Где Работал Bad Bunny Который еще Работал с Джастином Это вот все равно Что знаете Какая-то там Лиза конфетка Не будем путать С Лизой Ранеткой Лиза конфетка Запастит Представителя Там От какой-то Страны На Евровидении Все такие Лиза запастила Мясницу 2013 года И они вместе Ходили в школу И поэтому Она знает Господи Че верить Всему подряд Поэтому в нашей телеке Никакой лишней инфы Нет А если есть Если это какой-то Сомнительный источник Мы всегда Помечаем Премию Золотой глобус Посетили Риана И Асап Рокки Значит Недавно Прошла премия Золотой глобус И Риана И Асап Рокки Посетили премию Риана Было в шикарном Черном платье Да Пропустили По-моему Они красную дорожку Видимо думали Что их все будут ждать Но извините Золотой глобус Длится несколько часов Они там сидят уже Убуханные В срачку Поэтому никто Риану Не ждал Она пришла Посреди церемонии После Уже Начала Выглядели Конечно же Шикарно Риана Все такая Прилизанная Причесанная Наглаженная Асап Рокки Тоже такой Как дорогая сумка Рядом Красиво выглядят Они вместе Ведущий Даже сказал Пошутил В один момент Что типа Риана Знаешь что Жди Сколько хочешь С этим альбомом Намекнул ей Что мы все равно Как бы ждем Но ты возьми Сколько тебе нужно Времени И подготовься Не нужно Торопиться Ну так Подстебал Риану Которая уже Не торопится До хрена лет Музыкальные номинации Премии Золотой глобус Лучшую песню Получили Наату Наату Из фильма Рядом Ревет Революция А лучшая музыка К фильму Джастин Гурвиц К фильму Вавилон Гурвиц По-моему Да Он читается правильно Короче Не Леди Гага Не Риана Риану просто Надурили Она пришла Там вся такая Красивая Раскрасивая И ни хрена Не получила Все таки Оказывается Артистам не сообщают Победили они Или нет Но Леди Гага Даже не вставала Как говорится С кровати Новый рекорд В Спотифае Раньше рекорд По максимальному числу Ежемесячных слушателей На Спотифа Принадлежал Биберу В этом месяце The Weekend Сумел его побить Более 95 миллионов человек Слушают Weekend Ежемесячно Ну Если ничего Конкурентного Не выходит на рынке То как говорится И Чебурашка Может стать Самым кассовым фильмом Оглашены Номинации На премию Брит Эвордс 2023 Премия пройдет 11 февраля По-моему Вместе с Суперкубком Вместе с национальными отборами То есть там просто Будет такая вакханалия В начале февраля Мы в телеге Ну Постим регулярно Наше расписание Что нас ждет Собственно Номинации были оглашены Больше всего Номинаций у нас У Гарри Стайлза И у Уэт Лега Стормзи 1975 Получили по 3 номинации Что тут Бейонсе Артик Манки Эд Широн Лизо Сэм Смит Тейлор Свифт Получили по 2 номинации И куча вам неизвестных Имен Кстати Статуэтка Брит Эвордс Тоже обновилась Автором статуэтки Стал художник Слон Который Живет В Лондоне И родился В Нигерии Там значит Сисечки пропали Было видно Что это такая Женщина Как будто В шлеме А теперь Это что-то непонятное Какой-то вот такой Непонятный овал Без сисечек С непонятными руками Со снятым шлемом И значит Там разные рожицы указаны Все это будет сделано В бронзе И тема статуэтки Типа Снимаю шляпу В целом прикольно Певец Шарлот Рипнулся Значит Перед Старым Новым Годом 12 января Какая-то информация Просочилась Что Шарлот Шарлотка Я не знаю Шарлотта Бронте Какой-то чувак Написал Сам написал Ну Кто-то написал В его аккаунте Что типа Все Он скончался И все Рамин Где новость Боже мой Почему у вас нет Нету новости Про Шарлотт Во-первых Я знать не знаю Кто этот Шарлотт А оказывается Он еще регулярно У нас ежегодно День смерти отмечает Все отмечают День рождения Он отмечает День смерти С другой стороны Я по-моему Это в телеге сказал Что обычная информация О смерти Она как бы Или есть Или ее нет Она конкретная Вот когда нужно Выяснять еще что-то А на самом ли это деле А что-то Тут надо бить в колокол сразу Что-то скорее всего Звездешь Ну так и оказалось Он потом вроде как Восстал из мертвых И моментально Просто весь мир Всему миру Снова стало На него Насрать Майли Сайрус Из Бэк Певица выпустила Новую композицию Под названием Флауэрс И клип на нее Композиция Станет первым синглом Грядущего альбома На самом деле Какие-то вот Гармонические переходы И в припеве И в куплете В куплете Вот намекнули мне на то Что там где-то В крысу прячется Макс Мартин Как будто вот он Помог что-то придумать Есть какие-то Ностальгические темы Но мне не очень понравилась Аранжировка Песня сама по себе Прикольная Переслушивать ее Хочется Это такой знаете Гимн Не знаю Позитивного отношения К себе Да То есть Мне никто не нужен Такая типа Child free Husband free Boyfriend free Женщина Вот она счастливая Классно Dance Like no one's watching Да То есть Танцуй Она поет о том Что может себе купить цветы И я могу сама танцевать И никто вообще Кроме меня Меня саму Лучше не любит То есть Ты меня лучше не любишь Чем я себя люблю Я себя люблю Сильнее всех То есть Такая вот девушка Которая Ну немножко такая Инфантильная песня А потом все равно Все девчонки Начинают скулить Без любви Песня хорошая В клипе Майли Супер модная Супер классная Фигура Просто Точеная Она там танцует Трясет Всеми частями тела Вообще Кайфовенько Вышел тизер К выступлению Рианы На суперкубке Значит Коротенькое видео Где Риана Подходит Как Аршавин Ну вот это Своё знаковое И она идет Медленно В слоумо Типа Шторм Рианы Надвигается Ну что ж Ждем Какие-то слухи Ходят Что она там Нифига не репетирует Ничего не делает Вот мне интересно Какое получится Выступление Я думаю Подзапишет Немножко пререкорд А дальше уже пофиг То есть Если петь не надо Это полбеды А на суперкубке Почти никто Никогда не поет Леди Гага Единственная пела полностью Ну и там еще кто У Рамина Абдулаева Закончился сериал Новая Жирзнь Новый стиль Новый лого И т.д. и т.п. Действительно На моем канале Закончился Сериал Новая Жирзнь Где можно посмотреть Как мы сделали заставку Которую видели в начале Почему вообще Здесь появился Вот этот вот логотип Как все произошло И что состоялось Да Весь год я вам не рассказывал Что со мной происходит Уже даже и полтора года Спасибо ребята Всем кто поддержали Сериал Мы изменили стиль Во всех соцсетях Шапку канала Шапку ВК Шапку Бусти Мы все изменили Все аватарки Новая музыка Новый этап На канале Я очень переживал До сих пор Меня все успокаивают Что на самом деле То есть Нормально Самые верные Предные Зрители Поддержали меня И несмотря на то Что полностью На какое-то время Сменился формат Канала Тем не менее Вы продолжали смотреть Это очень приятно Обязательно Зачекайте В плейлисте Все серии Есть некоторые серии Прям А есть такие Прям А есть серии Прям Вам понравится Канья Уэст женился Об этом сообщило издание TMZ Говорят, новой избранницей рэпера стала Бьянка Цензори, бывшая сотрудница Изи Официально пара не заключала брак, но была проведена Церемония и они носят Кольца, господи, откуда TMZ просто сосет эту инфу Я не перестаю удивляться, просто Канья Уэст С кольцом ужинает с какой-то бабой Во-первых, как-то узнали ее Имя раньше всех Нигде это фотка Мы не понимаем, как все работает Только появляется фотка в сети У TMZ уже есть инфа У меня какие мысли, что это все было заранее Подготовлено Сотрудницы Изи, нигде больше не было подтверждения этих слов Какая нам разница вообще, как ее зовут Я знаю только певицу, Бьянку Что за цензорик, что это за фамилия Просто кольцо у Канья Уэста на руке Видимо, в Америке, если кольцо на безымянном пальце То все Это точно женат Больше других вариантов Никаких нет Лана Дель Рей испугалась Мали Сайрус Значит, стало известно, что новый альбом Ланы Перенесен на 24 марта Сообщалось, что он должен выйти 10 марта Вот, ну, выйдет 24 марта Как вы думаете, почему перенесла Лана альбом? Честно говоря, не проверял Возможно, они на разных лейблах Потому что если артисты на одном лейбле То лейбл все это дело корректирует Ну, нет смысла конкурировать Потому что в другой день победа или там верхняя строчка чарта Может достаться более легкими усилиями Нет смысла конкурировать То есть я не думаю, что Лана торопится Судя по характеру Ланы, она в жизни вообще не торопится Поэтому выпустит 24-го Ничего, знаете, не расплавится Заснет, может Шакира задисила бывшего мужа Или, точнее сказать, Шакира Значит, пару дней назад Шакира выпустила коллаб с продюсером Беззарап В этой песне, значит, артистка конкретно проехалась по бывшему Ее бывший, это футболист известный Жерар Пике Она даже припомнила ему его коллаборацию с Кассио То есть есть там такие строчки, типа Ты променял Ролексы на Кассио Песня, значит, побила кучу рекордов по стримингу Произошло, вот за латиной музыкой Мне очень сложно следить Но я в какой-то момент увидел, что просто Шакира наверху Уже Майли вышла Какого черта Шакира наверху Спотифай То есть настолько это был взрыв там в этом латино-сообществе Песня стала самой прослушиваемой латинской песней в день релиза на Спотифай Самой прослушиваемой песней в истории площадки на второй день после выхода То есть у нее был самый популярный второй день Значит, какие тут строчки есть? Я посмотрел текст Читаю вам Извините, я уже успел на другой самолет Я не вернусь сюда Я не хочу больше разочарований Так много разговоров о том, чтобы стать чемпионом И когда я нуждалась в тебе, ты дал мне худшую версию себя Извини, детка Это давно, так как я должен был загрузить эту кошку Видимо, это какой-то транслейтовский перевод Это для того, чтобы ты унижался Жуй и глотай, глотай и жуй Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать Даже если будешь умолять Понятно, что я не виновата, если тебя критикуют Я только делаю музыку Извините, если вас забрызгает Ты меня оставил со своей мамой-соседкой Короче, там просто прямым текстом наезд Просто такой ревенч трек Отомстил этому Жерару Пике Причем какие-то видосики всплывали Где Шакира говорит Я не люблю, я не хочу быть женой То есть я люблю, когда он меня называет Типа герлфренд Чтобы оставлять загадку То есть Шакира, знаете, та еще штучка Она красивая Он красивый Они прекрасная пара Он ей, короче, изменялся всеми подряд А она, видимо, не захотела дальше этого терпеть Ну вот, доигралась, собственно Любили играть в эти кошки-мышки И доигралась Ну, а Жерару Пике не поздоровилась Да, он раньше вроде как носил ролик Сейчас у него коллаба с Кассио Тут она его, короче, обосрала по всем фронтам Ма-ла-дец Он все равно ответить не сможет Он Жерар Пике Он еще и карьеру свою закончил И плевать вообще на него Шакира продолжает бить рекорды Клип на новую композицию Преодолел отметку в 100 миллионов просмотров Это лучший результат по скорости среди латинских песен Ну, пожалуйста Шакира Разорва Ла-ла-ли-ли-ли-ли Ужасная пародия Бритни Спирс взбесилась из-за фанатов, которые снимали ее В пятницу Бритни отправилась в один из ресторанов Лос-Анджелеса Вместе со своим мужем Да, посетители, естественно, не могли не заметить Бритни Спирс, сидящую в кафешке И давая ее снимать По словам очевидцев, это очень взбесило Бритни Она начала что-то кричать на непонятном языке Затем быстро покинула заведение Опять же скажу Мы когда обсуждали эту новость, я сказал Мы не пишем ничего, что говорит ТМЗ Мы с шептунами общаемся ТМЗ просто выдумывает Я говорю, есть пруф? Говорит, есть Показывает видео Она вот так просто руку подставляет, типа, не снимаем И так мило разговаривает ТМЗ написали У нее был маниакальный эпизод Она на несвязанную речь какая-то начала нести Что-то непонятно То есть, такую бредятину И причем это все, знаете, через третьих лиц То есть, ТМЗ получили информацию от знакомого, того человека, который был за соседним столом И видел того, кто снимал Бритни Спирс И казалось, что она находится в маниакальном, психически вообще нестабильном состоянии То есть, это настолько вот так вот, как глухой телефон, все перемолото Я сказал, нет, мы пишем то, что видно на видео Она, значит, закрывает рукой То есть, что-то... Мы написали, что она говорила на несвязанном языке Но мы не нашли подтверждения Оказалось, что ТМЗ, похоже, продолжает работать на папочку Бритни Спирс И пытаются раскрутить эту тему, что она до сих пор супер больная Оказалось, что ТМЗ просто вывернул видеозапись С ее нормальными словами Где она говорила абсолютно нормальные вещи Типа, ой, хватит снимать, да, пожалуйста, не снимайте И там просто получилось И все, и все такие О боже, она больная, ненормальная, вообще полоротая Короче, полное говнище И были еще сразу слухи, что Сэм Асгари, ее бойфренд Когда услышал, как она начала входить в манию Он выбежал из ресторана и уехал нахо Просто с того места Оказалось, что просто он пошел в тачку И потом вернулся, и все На секунду отошел Ну, или поссать отошел Он там что-то прокомментирует Это уже не важно Важно то, что ТМЗ говно Селена Гномес подверглась бодишеймингу Значит, прошла церемония золотой глобус Я вам рассказывал И Селена Гомес пришла Ну, такая пухленькая На премию Ее еще одели в огромное платье Такое черное Тут такие пафы были на рукавах Так это называется? Пафс! И, значит, во время прямого эфира В инсте Она вынуждена была оправдываться За претензии, которые ей начали предъявлять фанаты после премии Типа, фу, ты что такая жирная Ты что раздобрела? Вообще не знаю, зачем она на это все отвечает Но она просто мило ответила там Со своей маленькой сестрой Или с кем она ехала Она сказала Я сейчас немного больше Потому что хорошо провела каникулы И мне, типа, все равно Ну, типа, но я не парюсь И все Заткнула хейтеров Я надеюсь, она не переживает Мы знаем, что в 17-м году Она перенесла операцию по пересадке почки Из-за красной волчанки обнаруженной Да, от иммунного заболевания И вот принимала гормоны И, соответственно, стала причиной набора лишнего веса Она сама по себе миниатюрная Поэтому, когда, естественно, чуть-чуть вес набирает Сразу Но выглядит она нормально Я не увидел ничего там толстого, жирного Она, мне кажется, даже когда худая была У нее было такое кругленькое лицо Ну, вот так вот она просто встроена У меня вот, может, лицо-то не кругленькое Но вы не видели низ Мадонна удалила свои посты Все из запреченной социальной сети Согласно билборду Исполнительница, короче, планирует Ряд масштабных выступлений Которые приурочены к 40-летию ее карьеры Это будет самый масштабный тур В котором она участвовала А, значит, один из исполнительных директоров прокомментировал Также он отметил, что концерты будут организованы И на аренах, и на стадионах То есть бабуля просто на старости лет Просто выжмет себя по максимуму Мадонна делает поистине масштабное невероятное шоу Да, она там раньше и на руках стояла, и носила Сейчас я не знаю, что будет Но, по крайней мере, мы ее грилзы увидим Блестящие из задних рядов По крайней мере, это будет Сцена будет шикарно уставлена разными декорациями Будет ли она там прыгать Или, ну, не знаю Мне кажется, фанаты потеряли связь с реальностью И будет куча недовольных Если она не будет прыгать и стоять на руках Ну, мне кажется, она уже не может в своем возрасте это делать Что-нибудь да сможет, да Там, там, писю потереть Там, там, язык высунуть Но я не думаю, что она будет стоять Вот в этих позах йоги Посмотрим Fallout Boy возвращаются Значит, когда вы увидите это Это видео Трек Love from the Other Side Уже любовь по ту сторону Уже выйдет Значит, в субботу во время выступления На фестивале iHeartRadio Патрик Стамп прокомментировал Значит, эту будущую работу Мы хотели, чтобы вы насладились этим Так, как будто вы готовите ужин для своей семьи Понимаете? Очень такое расплывчатое Описание работы Группа также выпускала тизер Который звучит, как обычно Очень вайбово Очень ритмично Очень ярко Плюс они прислали Необычную посылку солисту Группы Bring Me The Horizon Оли Сайксу Внутри была ракушка с надписью 1 из 13 То есть, может быть, 13 разосланных таких штук И записка с названием грядущего релиза Love From The Other Side Помимо этого, некоторые фанаты из США Получили от группы открытки с надписью Pink Seashell Beach Розовая ракушка пляж Ну, то есть, пляж с розовой ракушкой И картинкой Такой, да? Как все это относится к будущему альбому Пока непонятно Но Мне нравится, какое делать промо-фаллаутбой Я вот когда их начинал плотно слушать У них даже был альбом Safe Rock'n'Roll в 13-м году Там прям вообще Как подумать Думаю, ну мало ли кто так заморачивается То есть, это такие, знаете Тейлор Свифт без юбки Более нишевые Рокерские, панковские Мне нравится Что такое 13? Может, будет 13 фичерингов И один из них с Брин Меда Хорайзен И разошлёт этой ракушки Ну, короче, интересно Шаман отправился на Донбасс Шаман, значит, летом рассказывал Что его песни были взяты на радио А сам он получил номинацию премии РУ-ТВ В то же время ему предложили посетить Донбасс Но артист отказался Поскольку на носу были другие концерты Типа, ой, я так занят сейчас Я бы с удовольствием Но, сори Да, и сразу после того, как Шаман отказался ехать на Донбасс Его песни сняли с ротации А выступление на премии РУ-ТВ отменили Вот так вот Упс, апс, ох и ах Но 14-15 января Шаман выступил с концертами на Донбассе Также сообщается, что он посетил некоторые воинские части И, что ж, теперь ждём новых наград Ротацию песен Вот как, оказывается, всё делается Да, сложно будет Шаману Мне кажется, у него сейчас такой период эйфории пока что Я думаю, он совершенно не понимает И не представляет, как он будет выдавливать свою карьеру В новых изменившихся реалиях Да, как он это всё будет дальше показывать нам Но что тут сказать Единственное должное можно отдать Шаману в том, что он верит в то, что он делает Он полностью погружён Он полностью уверен, что он делает всё правильно Я не верю, что можно так играть Я думаю, что он просто убеждён, что вот у него миссия Что он всё делает верно Что вот он действительно так любит там фанатов Он так поддержит, считает, что его песни просто лечат болезни И вот это всё Почему он не появился во время короны, непонятно Сейчас бы все здоровые ходили Гарри Стайлз выступит на Брит Эворд Эту информацию подтвердил официальный аккаунт мероприятия Церемония вручения состоится 11 февраля Ну вот, один крупный исполнитель у нас уже поступающий есть Скорее всего, остальные будут ноунеймы Брит Эворд обычно транслирует свою премию У кого она не показывает, мы всё время её дублируем Поэтому подписывайтесь на ВК Короче, везде всегда все ссылочки будут Можете заранее ничего не спрашивать Мы всегда всё выложим Вот, ну и поздравляем Гарри, как минимум, с одной статуэткой Просто так он, конечно, не придёт Мадонна объявила о своём туре Только что вот буквально появилось изображение в соцсетях Мадонны О том, что вот этот юбилейный 40-летний тур Она выложила видос, где сидит с разными звёздами И закусилась она с Эйми Шумер Она играет, типа, в игру «Правда или действие» И Эйми Шумер, типа, такая «А слабо сделать тур и спеть все свои песни за 40 лет карьеры?» Она такая... И Мадонна такая, знаете, оскароносная актриса всё-таки Такая говорит Что? То есть реально спеть все песни И даже эти, и даже эти То есть прям тур по всем городам Что, реально? Ну ок Случайно она сидела со всеми артистами, звёздами, которые будут ей помогать Донна, я желаю тебе И делать новую турку И играть ваши самые большие adviseю 4 декады? Да, блин С In 40 лет? Да, да Мы говорим о... О, Бля Динья Верги Мы говорим о... Топи... Желаю Блоку Все из него Желаю Это где я ищу быть Ла Исла Бонита Цена Какая-то Bob the Drag Queen. Продажи билетов начнутся в эту пятницу, 20 января. Bob the Drag Queen — это драквин с шоу RuPaul's Drag Race. Он больше в стендапе специализируется, поэтому, скорее всего, это будет как такой разогрев для зрителей, которые, думаю, с удовольствием поржут перед выходом «Мадонны». Какие-нибудь такие шуточки будут про ее возраст, про ее старину. Вот такие дела, ребят. Смотрите «Новую жизнь», подписывайтесь на наш телеграм-канал, на группу ВК и не пропускайте видосы на канале, потому что скоро будет Ram Music Awards, буквально в ближайшие месяцы, потому что много всего надо сделать. И мы с вами увидимся в следующем видосе. Пока-пока, спасибо большое. Как вам выпуск? Напишите, как вам наш новый корреспондент. Увидимся. Забыл! Нет! Я хочу ввести небольшой такой расслабон, чтобы вы могли переключиться сразу на другие дела после моего видоса. Поэтому буду добавлять в конце каждого выпуска видео недели, которое мне понравилось, просто которое я застал в соцсетях. Просто, чтобы вам было приятно, смешно, весело. А вот и видео недели. Это Рам Музыка, с вами Рам Музыка. Рам Музыка, с вами Рам Музыка.